Итоги уходящей среды Сколько нарушителей и в каком режиме работают медучреждения Договор дороже денег Бобруйская финансовая милиция выявила нарушения во время уборочных работ 32-летний руководитель сельскохозяйственной организации, который был передан комбайну Принял решение разукомплектовать данную технику Так сколько стоит слово? На сцене люди в форме во Дворце искусств соревновались сотрудники МЧС Конкурс творческий Вот этот конкурс традиционный, всегда в нем приятно, безусловно, участвовать Чем удивляли и сколько было участников А также нарастить экспорт, новые документы и крайний срок Владельцам автомобиля без техобслуживания нужно внести аванс по транспортному налогу До какого числа? Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19 За минувшие сутки зафиксировано 1993 пациента с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 536 097 человек В четвертую волну коронавируса молодые люди болеют в более тяжелой форме А непривитые пациенты чаще попадают в реанимацию В связи с этим сотрудники санэпидемстанции проводят сплошной мониторинг Проверяют практически 100% городских объектов Только за неделю хватили больше 180 50% объектов с нарушениями на сегодняшний день Рекомендации те, которые мы выдали субъектам, уже возвращаются ответы То есть субъекты добросовестно среагировали на данные моменты Призываем людей, граждан соблюдать масочный режим Соблюдать правила социального дистанцирования Соблюдать респираторный этикет Тем временем все больше отделений в больницах перепрофилируют под ковидные Поликлиники перешли на усиленный режим работы А пункты для вакцинации работают во всех регионах страны Как стационарные, так и мобильные Все тайное всегда становится явным Финансовая милиция выявила незаконный демонтаж уборочной техники в Глузском районе Во время проверки сотрудники обнаружили комбайн в разобранном состоянии Как позже стало известно, три года назад его передали от одного предприятия другому По устной договоренности, которая была вне закона Дело в том, что с поставщиком никто за технику не рассчитался Задолженность 45 тысяч рублей 32-летний руководитель сельскохозяйственной организации, который был передан комбайном Принял решение разукомплектовать данную технику То есть разобрать ее на запчасти Которые в последующем используются для ремонта другой техники сельскохозяйственной С комбайна сняли основные узлы и агрегаты Директора предприятия обвиняют в превышении служебных полномочий Дело будет передано в прокуратуру Природа без фармацетических отходов Название проекта, в котором принимает участие 6-я городская поликлиника Идея родилась в августе 2020-го В Центре экологического и социального развития Барановичей Вся его суть в специально оборудованных контейнерах В которых хранятся просроченные лекарства Потом их отправляют в медлабораторию Там их сжигают температурой 850 градусов В их числе аэрозоли, капсулы, свечи, таблетки, капли мази Есть исключения Это растительные препараты, витамины и различные растворы Также мы информируем население о данной проблеме В путях ее решения Мы выпустили комиксы для детей первых и четвертых классов Мы запустили на ютуб канале научный фильм 36-минутный Для подростков и взрослых людей Также у нас идет постоянное информирование Через средства массовой информации Соцсети о данной проблеме, о ее реализации Контейнер призван решить проблему загрязнения окружающей среды Просроченными лекарствами Ведь они проникают в почву и воду За год установлено более 30 контейнеров в 18 городах страны Собрано порядка 400 килограммов медикаментов Дефицита не будет строительная сфера и холодная осень Заморозки ожидаются ночью 30 сентября в Беларуси Какой будет температура за окном? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси стоит задача нарастить экспорт строительных услуг Средний моторсель сейчас зарабатывает на внешнем контуре около 600 миллионов долларов Но в 2015-2016 годах достигали отметки в 1 миллиард Ресурсы и резервы, чтобы реализовать проекты на площадках наших соседей По спросу на отечественных специалистов лидируют регионы Российской Федерации Владельцам автомобиля без техобслуживания нужно внести аванс по транспортному налогу до 15 декабря Сделать это можно через интернет или мобильное приложение На почте или в отделениях банков А также через электронный сервис, личный кабинет плательщика Вторую часть за 2021 необходимо оплатить до 15 ноября следующего года Почти месяц как в Беларуси действуют документы нового образца С 1 сентября их выдают все отделы по гражданству и миграции Ежедневно поступают около тысячи заявок от белорусов и иностранцев По традиции больше всего паспортов И Эдикарт вручают в отделе Фрунденского района столицы Их обладателями стали около 600 человек Доля продукции аграрно-промышленного комплекса в экспорте страны около 17% Такие цифры приводит Минсельхозпрод, данные за 7 месяцев За январь и июль белорусы заработали 3,5 миллиарда долларов Но главное – обеспечить внутренний рынок Например, ежедневное производство четырех белорусских сахарных заводов около 5000 тонн А значит, дефицита не будет, продукции хватит на всех Заморозки ожидаются ночью 30 сентября в Беларуси В четверг будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков Лишь во второй половине дня местами по западу страны пройдут кратковременные дожди В утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман Ветер прогнозируется юго-восточный 4,9 метров в секунду Порывы до 12 Температура в темное время суток от 1 до 7 градусов тепла Днем воздух прогреется до плюс 17 Песня им «Жить и спасать помогает» В Бобруске прошел смотр-конкурс художественного творчества сотрудников МЧС На сцене Дворца искусств спасатели со всей Могилевской области Бобрусь, Кличев, Кировск, Глуз, Касиповичи Люди в форме не только пели, некоторые читали стихи Другие вовсе приехали с семейными постановками Лейтмотив фестиваля – год народного единства Вот этот конкурс традиционный Всегда в нем приятно, безусловно, участвовать Это волнение, переживание Ну и ради, конечно, общего блага, ради искусства Потому что многие работники МЧС, что приятно Хотят показать свой талант Где-то станцевать, где-то с помощью слова художественного Ну и кто-то с помощью песни, музыки и так далее Бобручане выступили в четырех номинациях По итогам отбора лучшие примут участие в областном этапе Сухая Виктория Бобруйская-Белшина В 24-м туре чемпионата страны по футболу среди команд первой лиги Набрала очередные три очка На зеленом газоне стадиона «Спартак» гостил Новополоцкий «Нафтан» Красно-черные сразу завладели инициативой На второй минуте «Русак» открыл счет матчи На 16-е хозяева удваивают свое преимущество Забивает Исаев На 29-е ворота «Нефтяников» был назначен пенальти 11-метровый четко реализовал Васильев Во втором тайме болельщиков видели еще один гол Свою фамилию в протокол записал Чесноков 4-0 Более чем уверенная победа «Шинников» Следующий соперник – Могилевский «Дневр» Областной дерби пройдет в субботу 2 октября Начало 18.00 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok